Приветствую всех на канале VGames, мы продолжаем проходить Народ Шепутный Ultimate Ninja Turm Generations И у нас история о Мадаре Учихи Так получилось, что я снимаю этот виду второй раз Первый раз эмулятор у меня сломался, нагнулся И всё, и вылетела запись Пришлось снимать в следующий раз опять записывать Что ж, ребята Пока смотрим катсцену, не забудьте поставить лайк Если вы не подписались, подпишите, обязательно ставьте комментарий Ну и мы и начинаем надеть бы что-то эпичное Ну, в общем, сила было всё Клан Учиха известный как пользователя Шарингана И клан Сенжу Лизер Хаширама Учиха Ой, Хаширама Сенжу Был самым сильным ниндзя того времени И они сразились в Мадаре Учиха вместе с Эпичу Хаширамой В итоге они решили объединиться и создали новую организацию Позже Этарганица была известна как деревня скрытого листа Но Учиха и Сенжу были всегда как масло и вода Поэтому Мадару Учиха предал и ушёл из деревни Ну а после Мадара вернулся и вызвал скрытую деревню листа к поединку Ну так написано по субтитрам Хотя понятно, что с Хаширамой он дерётся Ну и вот поединок Надеюсь, он опять не полетит Если полетит, то класс Снял я нормально, называется сюжет Мадары Ну такая картинка, как в четвертом шторме При поединке Хаширама против Мадары Ни одного звука не говорят Не издают Вообще Так уж не будто эти персонажи тогда не озвучивались даже Ребята, что это задётся? Пишите мне в комментариях Я не понял, что к чему Мадара вот так Типа Как будто сделала и за нами Как и Тачи делал Или это просто так показали, как он Своим Шаринганом круто видит Стреляй в него Просто взял, вытолкнул эту бомбу И она выше полетела Хотя Если помню, что в Ташторм как-то было Хаширама сделал голема Ух ты Сразу начал чакру доставать из него Ну, Хаширама даёт Одновременно дерётся Сразу с двумя Деактивировал контроль Они слеснулись в поединке на смерть А потом Мадара Ну, Хаширама дрался вообще Эпично, молодцы Мадара был побеждён Нормально Сюжет продолжается Эмулятор не завис О, блин Этот дед рассказывает про Мадару Это был план Мадары Учихи Они должны были захватить хвостатых зверей с их невероятной чакрой Один за одним Они отправились в битву И возвращались Первый Дейдар Сражался Пользователь взрывной глины Его цель была Двухвостый Женчурики из деревни Песка Ну, двухвостый, однохвостый Что я несу Вместе со своим искусством Дейдара Бросил вызов Казыкаге Ха, ясно Вот значит какая у нас история Учихи Мадары Он просто будет вести повествование со стороны Акадски, ясно Так ты, Казыкаге Гаре Я должен защитить деревню Должно быть это будет весело Я думал тут что-то будет про Мадару Прям эпичное А здесь, ну просто походу будет Организация Акадски наносит удар Блин, опять проблемы со звуком из-за Дейдары Точно Ребята, извиняюсь за звук Багается Ребята, я даю тебе бомбы Наверное, придется его как-то иначе побеждать Да блин Да ты можешь ближе подлететь Ого боже Гаре, такой стуль Казыкаге обослану Так, не хочу делать все эти Опускания птиц Потому что звук Хотя вот так и звук нормально идет Если делать нижнюю атаку А, с прюмой Сглазил я Так, хорошо Юканта Экзэй И можно ульту-ульту скоро делать Как он со спины делает, идет Я вообще в шоке Кинул сурикены Перед собой И они полетели к нему за спину в меня Не играйте в генерейшн, ребята Что ж казыкаге? Теперь повеселимся Только ранг А Ну ладно Дейдара Новый персонаж Коль сейчас мы пооткрываем все хакацки Дейдара Дейдара в конце концов Захватил Однохвостого Спустя время Ниндзи скрыты Деревни Листа Вернулись, чтобы спасти Гару И наткнулись на Шиноби Это был Сасори Из Красного Песка С ним сражались Сакура Харуна И бабушка Чиё Мы же будем играть за Сасори Сасори использовал свиток Бойтесь, собаки Сейчас я закончу вами с помощью рук Четвертого казыкаги Ни за что Сакура Будь внимательна Что ж, попробуйте удивить меня Вот, теперь мы будем играть за Сасори Интересно Так, недавно был турнир за Сасори Как раз таки Ну что ж Даже прыгнуть не дает нормально Гребаная Сакура Свиток Яда Увернулась Ну это будет просто По идее Кукловодами вроде играть я умею Так, теперь нижний окон Попробуем Пойдет убегать Бля Одновешно своими сюрикенами Это все равно что-то способна овца Или что Не могу понять Вот и стой В стену смотри Дура Класс Какие-то сюрикены остановили кукулу Сасори Сейчас бы попало в меня Чего? Чое я защитила? Вообще нормально? Сакура, иди сюда Че ты прячешься за бедную бабку Труклевую О Все, нет подмены Ну хоть так Ну хоть Сасори разблокировали Франк, а Что ж мы пытались? Сасори Сакура, Чио Короче, сражались Наконец-таки бой закончился С поражением Сасори Хайбок Грустный момент был, когда Сасори проиграл Конечно Следующим Ходом Акадски оказался Хидан и Какузу Их отправили в скрытую деревню Листвы На поимку Девятихвостого И вот два бессмертных шиноби проникли в деревню Но встретили сопротивление Оно тут рассказывают, что Катряд Отряд Ох, как его зовут? Асуме Пришел мстить Дево смерть Вместе с Какаши Ты победил моего учителя Я не смогу тебя оставить в живых Лорд Джоши, ну слышь меня Короче, ясно Сейчас мы за хиданом будем сражаться против Шакамару Вообще Я в шоке Какая тут история у Чихи Мадары Объясните мне В чем прикол Ну и сделали Не сделали бы хотя бы там история Организация Акадски Это история История Мадары Вы что, офигели? История Мадары только была в начале Шакамару, ты слабак Что ты мне сделаешь? Хотя хидан тоже не особо крутой Он только может своим бессмертием Класситься ритуалом Сейчас я буду блок пробивать Пишите в комментариях, кто круче Какуза или хидан Ух, как Как дюцу далеко действует Кавычка А, ну попали все равно Шакамару ты пытался Как тебе Это лучшее Это сильнейшая боль И так ли что-то такое Ну да, хидан у нас помешанный На боли, это точно Эсран даже Ммм Спасибо Ну раз за хидана сразились Сейчас, наверное, какуза будет Ведь так Логичнее предположить, что да Хидан был, конечно же, сильнее Но, типа, Шакамару был умнее, поэтому Съедрил козлина Хидан был повержен И погребен в земле В тем временем, какуза Сражался с Какашей Но ситуация внезапно изменилась К ним присоединились Девятихвосты джинчурики Наруто Узумаки Ну и остальные в отряде Так ты Девятихвосты джинчурики Я прикончу тебя Новой техникой Ты пришел сам Что ж Теперь не надо тебя искать Я люблю Какузу Какузу люблю больше, чем Хидана Он интересный персонаж Опять Росенган Точно Слава богу Я пройду эту игру И удалю ее нафиг Хе-хе Потому что Наруто с Росенганом Мне бесит Да какой Хватит О боже У меня все бесит в этой игре Система подменов Росенгана Все мне бесит Четвертый шторм Играется получше В этом плане Если ты бронечесный активировал Что было бы Вообще бы Пару ударов и все Я бы лежал бы уже мертвый Надоел ты уже Как тебе такое Ну наконец С этим все Так интересно Мы побеждаем всех противников Но в итоге Типа мы Проигрыши По сюжету Какузу Сейчас можно использовать Похоже что Целькакус Глотна была Уже проиграть Но в конце концов Наруто Использовал Его особую силу Все должно было измениться Спустя Мы переместились В другое место Переходим В чьих убежища Где Итачи Должен был сразиться С братом Брат против брата Кровь против крови Их бой должен был начаться Это уже было В других сюжетах Но блин Мои кошмары Закончатся Наконец таки Сегодня Итачи Пришло время убить тебя Ты ничего не видишь Своими глазами Ничего Было бы много интересных Если были завершающие сцены Картинки в конце Когда делаешь ульту Впереди еще много боев Раз только 50 плюс Противнику Его статом И тут развернулся Окей Я не понял Не показался ли Типа Он увернулся И На стене осталась дыра Я шо вернулся Что было такое Вообще Как теперь играть Я в шоке просто Это говно Еле побеждается А он меня рвет Просто на мясо О боже Какой смысл Мне использовать броню Если она вообще Никак не реагирует На эти огромные сюрикены Я в шоке Я вообще Его выиграть Да могу Он еле бьется Но здесь разве что Отличие Что у нас Другой тачик Он может делать Выйти Сусан Я удар Сделал В смысле Вот сопротивляться С такими ХП Сейчас вломят Один раз И все Нет слов Попал еще в его ульту Ну хотя бы вернулся От него Ой бля Какая же говняная игра Хорошо она не выходила На пк Так нервы Сдорели бы с ними давно Удивительно Мы все без подмены Не попал Ну это в принципе Все канонично Я проиграл с Аски Как и в сюжете Итачи проиграл с Аски Кто ты достал Че у тебя такие ручонки Маленькие Итачи Ипоти ты в него Уже Жало Давай Сейчас им делать Нет Я думаю Сейчас захват сделают Нормально Теперь можно Надо хоть немного Подмен оставить Подкопить Все кончено И не подошел ко мне Я жду тебя Облом А вот Когда он Делал Я сразу Попадаю С ним Ой Как ты достал Меня Достал Меня Просто сил Нет Можно Сделал Ульту Тебя Пожалуйста Слава Богу Меч Торсука И все И все Это конец Саски С ранг С таким количеством здоровья Я впервые вижу У меня был такой ранг Вы что прикалываетесь Это обман Я удивлен Короче Седая Тачи Стукнул ему пальцами По лбу И помер Бедный Смерть Тачи И правда Его братья Шокировала Саски Почему Мадара Это не Рассказывает Объясните Блин Про Кацки Где ты Меня Достал Саски Саски Выбрал путь Тьмы Джаи Один из легендарных Ксанинов Прибыл В скрытую деревню Дождя Собрать информацию Об Акацки Он встретил Конан Ученика Которая была Давным-давно Его ученицей Которая сейчас Работала С Акацки Да Все это напоминает Все что сейчас Проходили Краткий пересказ Я не могу поверить Что ты Встала И присоединилась К Акацки Я не удивлена Что вы не понимаете Нас сенсей После всего этого Не важно Кто вы Если вы против Акацки Я уничтожу вас Ну конечно я против Акацки Ну сейчас мы теперь за Конан Будем играть против Джирайи А потом может запейна против Джирайи Ну думаю запейна против Нарту Точно Ребята Пишите в комментариях Если вы любите Конан Блин Русинган Окей Это было больно Почти пробил мою защиту Бумажную Алло У меня нет подмены Как ты искусственно увернулся Как ты искусственно увернулся Ха Папа А потом Су Как ты 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 Как я А ранг. Блин, а тут 80% хп и а ранг. Хм, странно. Неважно, что Джирайя был ее учителем, Конан атаковала его, не щадя. В конце концов, 6 пэйнов прибыло и атаковали Джирайю. Победив Джирайю, Пэйн и Конан отправились в скрытую дождь, чтобы захватить девяти хвостов. Деревня быстро пала перед могуществом Пэйна. Но единственный, кто смог сразиться с Пэйном, это, конечно же, был Наруто Узумаки. Который вернулся с силой Саннина. Пэйн не испугался его. Пэйн использовал Ринниган. Могущественно и визуально идутся. Бой между Богом и Санином начался. Ты уничтожил нашу деревню. Я ни за что не прощу тебя. Ничего не изменится. Слабак должен умереть. Отлично. Сейчас мы будем играть за Пэйна. Побеждать девятихвостого Саннина Нарутастая. Давай Росенган сделай как обычный. Что они там стояли и крутили Росенган? Я в шоке. Подмена нет ни у кого. Хватит мне бить. О боже. Я не хотел Джаз Подмена. Надо было сэкономить. Так как так. Достал. Сейчас я быстренько тебя успокою. Джинчурики. Девятихвостого. А вот теперь я сомневаюсь. Нет. Как так? Все мне жопа. Мне, ребята, жопа. Я еще и подмену так просрал. О боже. От одного дуновения ветерочка я умираю. Понимаете? Я не знаю, как я эту псину переживу. Все, давай успокойся. Еле, еле поменел. Ужас. Как он так быстро прижателся в Девятихвостов? Я в шоке. Как будто по триггеру. Будто так игрой было задумано. Будто так игрой было задумано. Так. Не знаю. Все было похоже на то, что Девятихвостого наконец-то захватили. Но Пэйн, Нагата, был очень сильно тронут сердцем Наруто в Зумаке. Пэйн уничтожил себя и спас всех в Канохе. Но миссия по захвату от джинчурики не отменялась и продолжилась. Следующей целью стал восьмихвостый джинчурики Киллэрби. Акадзки отправили Хошигаки Кисамы, известного как Бесхвостый Демон, чтобы захватить восьмихвостого. Так ты и есть восьмихвостый, Киллэрби. Ты грёбаная акула. Обложил, короче, Киллэрби. Как всегда. Нехорошими словами. Опа-на. Атака-то высокая. Типа он сильнее даже девятихвостого, чё, прикалываетесь? Ну ладно. Может быть. Да блин, давай ты уже сделаешь что-нибудь своей пулей позже. Я даже не помню давненько, если я их сами не играл. Как он навернулся от моего последнего удара в катсцене, объясните мне. Там по-любому должно компасовершаться. Ты мне бесишь девятихвостого, ой, девятихвостый, восьмихвостый. Ага, хотел ещё пробудиться. Козлина. Остатая. А чакра сменога достаточно вкусная. Ну, его же сами хады любят жрать чакру. Поэтому ему понравилось. Отлично, теперь мы можем играть за Хошигаки Кисами. В общем, Райкаги. Пришёл каши помочь Кидор Кераби. Так, ну теперь что-то началось про Мадар, наконец-то. Я думал, что это будет сейчас про план Мадары, а тут всё, типа, конец. Дайдар, а сессория. Много членов Акадски пострадало. Рисовка обалденная. Это всё часть плана. Я не планирую присоединиться к тебе, спасибо. Кабу-то мой любимый перст, тоже. Четвёртая Великая Война Ниндзя начинается. Вот и всё. Вот такое вот у нас... Во, введение, что ли, к третьему шторму получилось. Ух ты, как будто Змеиный Плащ доступен. История Киллер Би добавлена. История Мадара в Чихо завершена. Прикольно, смотрите-ка, у нас Киллер Би разблокировался. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Я, конечно, разочарован был, что... Историей Мадары тут даже, по сути, и не пахнет. Пишите комментарии по этому поводу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok